И снова добрый вечер, дорогие мои, с вами, как всегда, Алкабарт. Первый четверг на неделе, не вижу повода не выпить. И, конечно же, пить мы будем. В чем у меня рюмка? Ладно, куда-то поставил мне туда, а вроде свежемытая. Ну, в общем, настроение хорошее. Птички поют, крякают, комары появились. Блин, ладно бабочки, ну комары повылазили, сволочи. Конец марта, как так получается, хрен его знает. Короче, крамбамбуль, господа, вот такая. Которая, та самая, которую я люблю, в общем-то. Не так давно, там, может, с месяца назад, у меня одна из крамбамбуль уже была. Но там была немного другая, там была тедрашечка. Я про нее, честно, надеялся, что будет хрень, но оказалось более-менее. Вот эта, которая на отмысловых специях называется, панская. Вот ее я давно и безответно люблю. Ну, как безответно, почему-то всегда после нее хреново поутру. Но в последний раз я ее пил, наверное, ну лет много назад, честно говоря, много. Скорее всего, даже когда она появилась. Точно еще в Минске жил, это минимум года три назад. И вот тогда как-то случилось у меня такое счастье. А сейчас будем фоткать, дочитать, потому что очки, естественно, не взял. Я вообще, видите, в такой уличной форме одежды. Потому что сегодня в очередной раз развалил очередное строение, как мне показалось, ненужное у нас на участке. И жена начинает всерьез опасаться за соседский сарай, что я в полурувение и его тоже развалю. Да, часовню тоже я развалил. Нет, это было до вас в 14 веке. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт люкс, спиртованный настой лобчатки, корицы, укропа, мускатного ореха, перца черного, мед натуральный, спиртованный настой перца стручкового, кого? О, гвоздики и лаврового листа. Ну, в общем-то, добавили бы грушу, яблочко и получилось бы Старк. Ну да ладно, здесь получается именно настойка горькая, все хорошо, крепость 40, объем 0,5, открываем мы опять. Оп, есть контакт. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Да, ломать, конечно, не строит, но шо ж так все болит, честно говоря, это уже появляются неприятные ощущения. Ну что, весна, господа, время неприятных ощущений, если вы живете не в квартире. Она. Помните эту рекламу? Тот самый вкус, тот самый чай. Короче, та самая пачка, упавшая за буфет в 69-м. Вы знаете, что-то да. Вспоминаю, вспоминаю. Ну вот я сейчас, когда садился записываться, я был о ней лучшего мнения. Мне как-то вот, да, слушай, как он классно шатается вообще. Мне казалось, что будет прям, а, наконец-то, вкус молодости. Ну и вкус молодости. Но так, чтобы вот перевозбудиться от этого вкуса, что-то нет. Вот как-то неоправдание ожидать. Все пошло не по плану. Да, не по плану. Как я в последнее время люблю говорить, это такая спецоперация. Когда все не по плану идет. Вот, но мы докапаем. И, вы знаете, начинает потихоньку холодать. Солнышко такое там красивое, такое красненькое. Слава богу, что я от него немножко закрыт, а то бы сейчас у меня в морду лица все светило. Ну, романтика, весна. Вот из коньячного пахнет хорошо. Вот прям по-богатому. Вот прям да. Рюмочный вариант так себе. Я, кстати, даже вспомнил, из-за чего я ее взял вообще. Не так давно в местном Несовском ресторане, вскармливается, любимое мое место. Кто-то заказал, видать, не местные понаехали. А не местных сейчас много понаезжают, что интересно. Сейчас такая интересная ситуация, ну, когда выпью, расскажу. В общем, заказали вот это вынос на деревяшки. И семь или сколько их, восемь всего видов, их вот в таких вот рюмашечках на деревяшечке вынесли, и народ радостный пьет. И я вот четко после этого что-то зашел в магазин, думаю, надо взять. Надо взять, если она есть. Она была. Вторая. Вторая, ожидаемо мягче заходит, как-то даже веселее, поднимает настроение. В чем прикол-то? Прикол в том, что российских номеров сейчас внесвеже, мягко говоря, до хрена. И причем, как бы в основном, людей, которые явно не местные, они такого призывного возраста. Или не призывного, но явно военные, которых могут призывать хоть прямо сейчас. Странная получилась ситуация. Я был твердо уверен, что при открытии границы белорусы рванут туда, а оказалось, оттуда рвут сюда. И по слухам, которые мне тут рассказывают, слухов тут много, что в гостиницах уже как бы места позаканчивались. Что народ снимает надолго, так, чтобы закрепиться. И начинают, соответственно, искать, где бы заселиться так, чтобы качественно. Чтобы не в гостинице сидеть задорого, а где-нибудь подешевле. Третье. Надо меньше наливать. Надо откровенно ее пить маленькими дозами. Совсем вот такой вот. Вот совсем. Вот тогда да. Вот уже даже на полный глоток немного не то. Уже чуть-чуть не такие ощущения возникают. Уже хочется или запить, или закусить. А вот как, ну вот даже сейчас проверю. Из той же посудки, но маленькой дозой. Во. Сейчас посмотрим, что это получится. Пройдет ощущение от той, потому что все-таки есть еще. И вот как раз сегодня жена мне говорит, а что ты маешься в фигне? Место расположения хорошее. Замок виден прямо отсюда. Правда, верхушечка его, ну ничего. Ну и давай, делай гостиницу, агроусадьбу еще что-нибудь в площадь позволяет. Посмотрел я сегодня ценник, за что это обойдется. Ну, мягко говоря, я как бы не ждал таких цен. Но, я так понимаю, это все по просьбам ветеранов, трудящихся и прочих слоев населения. Цены повышаются на все и неизменно. Ну, это так надо. Это так надо, господин. Маленькой дозой. Вот, вот, полглоточка. Для него вот идеальный вариант. Причем, ой, тут какие-то домики, флажочки даже, причем сверху над штрих-кодом нарисованы. Тут что-то срок годности не ограничен. Вот это вы серьезная заявочку такую сделали. Иван Купала. Производство это, да, это Иван Купала белорусские. Ну, вот это, наверное, та самая из Крамбамбур, которая мне больше всех нравится. Вот просто больше всех нравится. И при выборе, какую взять, я возьму вот эту. Хотя, как показывает опыт, иногда могу и ошибиться. Ну, да ладно. Поэтому здесь сразу накапаем заключительную, половиночную. Половиночную, потому что больше это пить интереса, ну, никакого. Полной рюмкой, ну, фиг его знает, есть ли смысл. Может быть, конечно, если это дело подержать в холодильнике или еще где-то, чтобы оно такое мерзлое было, чтобы чисто обжигало холодом. Но это не мой вариант совершенно. Я все напитки беру комнатной температуры. Я объясняю, почему. Во-первых, если напиток говно, его даже заморозкой толком не исправишь. Ну, по крайней мере, можно попытаться. А если напиток не говно, зачем его замораживать? То есть, всегда говорю, что вариант в морозилке, чтобы вот эта вот вся бутылка такая, чуть ли не льдом покрытая, и вот это вот, ну, пить ледяную жидкость, так себе удовольствие. Знаете, так сразу вспоминается про советское мороженое. А какое было мороженое? Да, ребят, мы тогда могли сравнить только с сосульками. Какое оно было? Ну, ладно. Не будем вдаваться обратно в политические варианты. Четвертое определяющее. Исконечного запах лучше. Причем, вроде бы такой, ну, пообъемнее, побогаче, как я уже говорил, но ничто никому не перекрывает. То есть, реально сбалансированность есть. Вот за это им плюсик. Это довольно редко можно встретить, вот именно настойку, которая не прет чем-то одним. То есть, кто-то конкретно прет там орехом каким-нибудь, кто-то гвоздикой, кто-то еще кориандром или хрен пойми чем еще. Здесь реально сбалансировано. То есть, вот за сей напиток им плюсик. Ну и куда это мы поехали там? Вояки куда-то спешат. Поехали. Да, все-таки коньячный мой выбор. Ну, сейчас-то будем пить уже заключительную все-таки из этого. Здесь вот так вот даже опаньте сделаем. И по напитку. Скажем так, внешний вид довольно неплох. Этикетка не перегружена, хотя вот это вот золото местами, не люблю такие вещи, но она не перегружена, все хорошо. Нарисован мужик на фоне. Блин, это же Мирский замок. Ну что, или чей там? Да походу Мирский. Вне свежепить с картинкой Мирского замка. Это зашквар, господа, это зашквар. Ой, еще и поцарапался где-то. Как говорится, чтобы вы знали, вне свежей Мирский замок считается непонятным строением вообще, которое, ну, построили какую-то фигню, построили. Чего им гордиться? Внешний вид хороший. Все. К бутылке претензий нету в принципе. Ну, она у них стандартная для всех их продуктов. То есть тут, опять же, не доколупаться. Насчет брать, не брать. Не для пьянки. То есть вот для пьянки в компанию не пойдет. Это не свадебный, не на день рождения напиток. Это вот такое. Вдвоем, втроем сели, можно бутылочку на троих раздавить. Да. Вариант. Чисто для себя, как напиток эгоист, нет. Наверное, нет. То есть, вот данный вариант предполагает наличие какой-то закуски какого-то собеседника. Во. Вот так. То есть в одиночку это пить сложно. В одиночку можно пить лафройк. Тот же макалон там, двенашку, восемнашку. Что-нибудь вот такое вот. Это можно пить в одиночку. Ну, это не напиток эгоиста. Это именно напиток компанийский, но не для большой компании. Брать или не брать, брать однозначно. Вот эту я как любил, так и продолжаю ее любить. Хотя у меня к этой конторе, которая их производит, дохренища претензий. И по напиткам в том числе. И я их когда-то им высказывал. Они сильно обижались на это дело. Ну, все обижаются, когда им что-то говорят. Что-то нормальная ситуация. Но вот именно эта панская, ребята, Иван Купала, производили, производите дальше. Это реально очень даже неплохо. Насколько экспортируется, не знаю. Но вроде как в Россию они поставляют точно. По крайней мере, я лично в Москве это видел. Это было дело. Причем это было не на продекспо, а в магазине. Ну, мой вердикт. Можно ли брать, можно. Нужно ли решать вам. Но я бы еще разочек взял. Вот так, наверное. Хотя это крайне долгоиграющая бутылка. Она не будет выпиваться за один вечер. Это эконом вариант. То есть вы ее взяли и пьете ее, ну, скажем так, если в днях, ну, в вечерах, то вечера три где-то. Вот так. Может быть даже четыре. Потому что это не для того, чтобы напиться. Это для того, чтобы получить некоторое эстетическое наслаждение. Может быть прилив, как бы это сказать, творчество какого-то. Вот так. Не буду уже долго занудно формулировать. А то был тут порыв. Но сейчас бы развел еще на 10 минут был там. Поэтому за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вас ждет следующих видео, ходящих с пугающей периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. За то, что я наконец-то не ошибся и взял ту крамбамбулю, которую хотел брать изначально. Ну, та тоже оказалась неплохой по большому счету. И, в общем-то, всем пока.